Дескать, мы одобряем деятельность Центробанка. Ну а чего Путин? Путин же не может все знать. Ракеты никак не распилить, они бы рассащили их по домам, если бы можно было, но не знает, как пристроить. Я думаю, что разговоров много идет об империализме, об империях, об империалистической борьбе, об антиимпериалистической борьбе, и не мешало бы вспомнить, а что такое вообще империя. Правда? Вообще мы знаем древнеримскую империю, восточно-римскую, западно-римскую, империю Александра Македонского. Мы знаем, что Петр I сначала не был императором, потом стал. На каком основании? Не просто так. Так вот, шла 20-летняя война, Северная война, и только после того, как шведов победили, то после этого, так сказать, встал вопрос о том, что Россия может считаться империей, и, так сказать, соответственно, монарх может считаться императором. То есть вообще империя называется не всякая страна, империи не так уж и много было, их всегда было мало. Империя – это такое государство, которое распространяет свое влияние на остальные государства и включает эти государства в свой состав. Даже если они далеко-далеко, за много тысяч километров, как, скажем, британская империя включала, колониальная, включала в себя, скажем, Индию. Или формально остается государство независимым, но практически оно действует как вассальное государство, которое подчиняется и экономически, и политически тому государству, которое является империей. Поэтому то, что мы наблюдали еще в довольно древние годы, потом проявило себя очень ярко в период колониальных захватов. У нас империями была Голландия, Бельгия, Бельгийская Конга, Испания, сколько у нее было колоний в Латинской Америке, Португалия, малюсенькая, крупная, так сказать, империя колониальная, португальская была, Германия. Ну вот, Соединенные Штаты, они пришли поздно к этому пирогу, и у них тоже были колонии, но мало. А распад вот этих империй начался, большой очень распад, после Второй мировой войны, после Второй мировой войны, когда, конечно же, вот, народы почувствовали, что империализм ослаб, вот, развязалось и на фоне той победы, которую совершил Советский Союз над Гитлеровской Германией, вот, в этот, рассчитывая на поддержку, на международной арене, потому что Советский Союз, так сказать, оказался в числе, так сказать, и постоянных следов Совета Безопасности, и участвовал, так сказать, в послевоенном устройстве мира, мир должен был быть устроен так, что уже так просто угнетать было сложно. И поэтому, хотя никто из представителей этих государств, так сказать, не желал бы расстаться с колонией, они должны были перейти к другому способу подчинения других государств, и вот, прежде колониальные государства, в 50-х, 60-х годах, 20-го уже века, перестали быть колониями и превратились во что? В неохолонии, а именно, то есть, вот, свое правительство, независимые, сами, так сказать, все решают, решают по указке тех же самых, так сказать, стран, которые были митрополиями. Поэтому, вроде бы, как уже те страны не империи, с точки зрения формальной, а по существу, а по существу эта зависимость стала увеличиваться. И по мере превращения капитализма в высшую фазу, высшую свою стадию, по мере перехода капитализма в высшую и последнюю свою стадию, стадию империализма, сформировалась такая система мировая, когда имеются крупнейшие капиталистические государства, в которых господствует монополия, в которых сформировался финансовый капитал, они осуществляют вывоз капитала, некоторые думают, что вывоз капитала, это взяли деньги и повезли. Если я взял в руки два чемодана, у нас не запрещено вывозить чемоданы с миллионами денег, если я вот через границу и везу 2 миллиарда долларов, то меня никто не может остановить, но я должен написать декларацию, что я, Попов Михаил Васильевич, везу 2 миллиарда. Я составил такую декларацию, посмотрели, и я поехал дальше. И такие люди ездят у нас, у них есть такая постоянная работа. Правда, вакансии все эти заняты, по перевозке денег туда и обратно. По крайней мере, за прошлый год, вот таких было 7 поездок, когда люди с миллионами долларами, но нет никаких границ. Вот собирается таможня как-то начать проверять или контролировать. А сейчас только если уголовное дело заведено, по какому-то, в рамках этого уголовного дела, ну можно остановить. А так нет. Но вы обязательно же составите декларацию. Но это не вывоз капитала. Это вот как нам разъяснилось в статье в «Народной правде» Виктор Иванович Галко, который эту тему знает очень глубоко. Это вывод капитала. Значит, что выводится? У нас, значит, вы, скажем, в той же самой России, которую некоторые рассматривают как империалистическую страну, как бы страну, которая, вроде бы как, грабит другие страны. Значит, наша страна имеет сейчас такую экономическую систему, при которой амортизация, которая вообще родилась как запись вообще в бухгалтерских книгах в «Капитале» у Маркса расписано, что вот надо записывать, сколько вот, значит, в каком году поставили станок, сколько он может, срок службы у него, и, соответственно, соответствующую часть накапливать каждый год. Это издержки производства. Это не входит в прибыли. Это издержки. Ну и как у нас вот то, что должно идти на амортизацию, оно идёт, действительно, на амортизацию, на приобретение новых средств производства вместо тех, которые износили. Нет, не идёт. А что происходит? Амортизационные фонды перекачиваются в прибыль, а прибыль выводится из России. Куда? В офшоры. А там она где-то употребляется, но только не на развитие России. Ни на капиталистическое, ни на социалистическое, ни на какое. Никак она не употребляется. Поэтому накопление у нас есть капитала? Вы слышали, чтобы наши капиталисты, объявившиеся капиталистами, взяли и какую-то часть прибыли направили на накопление, на расширение средств производства, то есть новые рабочие места. Вот мы слышали, Владимир Владимирович говорил, у нас будет 25 миллионов рабочих мест на фоне того, что закрывается ЗИЛ, ЗИЛ, в котором было 120 тысяч человек. Закрывается. И там, значит, не знают, что делать. Вот тут у нас будет там ледовый дворец, потом у нас будет там железная дорога, станция метро, потом прогулочные места, и, конечно, жилье, которое сейчас на 70% пустует в Москве. Это накопление чего? Ну, это накопленные деньги, то есть деньги в виде предметов потребления. Что такое дома? Дома – это же не средство производства, но это средство изъятия денег у населения. Поэтому нет и амортизации, нет и накопления. Поэтому вот с этой точки зрения, если мы посмотрим на современную Россию, мы видим, что современная Россия тоже, так сказать, является в известном смысле, при том, что всякая буржуазия хочет стремиться в нашу эпоху, в эпоху империализма к чему? Ну, понятно, что каждый мелкий капитал тоже хочет стать крупным. А конкуренция ведет к чему? К монополии неизбежно. Поэтому монополистический капитализм у нас есть. Но вот на империалистическую державу Россия не тянет. И если хоть какие-то элементы есть, только связанные с обладанием ядерным оружием и ракетными системами, которые по наследству перешли Россию, и газеры и не распилили. Хотя ведь распиливали там. Деньги американцы платили за распиливание наших лучших в мире ракет. У нас были с десятью разделяющимися боеголовками. А теперь, говорят, новая мощная система ЯРС она будет иметь сколько? Три или четыре. Новая, самая современная. А та несовременная имела десять боеголовок. Поэтому мы здесь видим, так сказать, увядание, умирание. И Россия ушла на уровень тех стран, которые их рассматривают, крупные империалистические державы, как что? Как источники сырья и рынок сбыта. Вот за источники сырья и рынок сбыта идет битва. И надо сказать, что если говорить об экономической политике России, она этому только и содействовала. Ну, скажем, вот упадет самолет, допустим, помните, с командой хоккейной, сразу товарищ Медведев поступает, что надо прекратить закупать наши самолеты, надо закупать только иностранные. И стали закупать иностранные. И вот у нас закуплено Боингов и аэробусов на такое время, что все это время, ну, лет на тридцать, не будет больше приобретаться у наших отечественных предприятий такое количество самолетов, которое достаточно для их нормальной работы. Ну, надо же не пять самолетов в год делать, а пятьсот. Если вы пять сделаете, то это все вручную. Это не наука и техника. Это вообще отсталый способ производства. Поэтому деньги отданы туда, выведены. Или, скажем, вот у нас есть Уралвагонзавод. Он вагоны делает. А вопрос о поездах, как теперь решается? У нас был, значит, сокол мой на прикол, Сапсан. К Сапсану добавляется ласточка. Красивое название, уже не немецкое, но это немецкое. Тоже фирма Синус. А к ласточке еще и стриж. И все это летает. За чьи деньги? За деньги, которые, так сказать, уходят из России. Поскольку, значит, у нас наше руководство, экономика руководит, не умеет. Это можно совершенно твердо констатировать. Они на, так сказать, вот сейчас на сухом месте, так сказать, себе, вот, так сказать, топят Россию, топят нашу экономику. Потому что говорят, а вот в Америке тоже повышают ключевую ставку. Повысили, да. В Америке ключевая ставка была до последнего времени. От нуля до 0,25. То есть вы получили под 0,25 процента и работаете. Не вы, а банки. Банки. Вы получили побольше. Ну, мы же банкиры все тут сидят, собрались. Как вы себя представляете? А сейчас, говорит, повысили. Но тихо молчат. Насколько же повысили-то? А теперь от 0,25 до 0,5 процента в Америке. Вдвое. А у нас во сколько раз больше? В 22. В 22 больше. Ох, как мы обгоняем Соединенные Штаты Америки. В 22 раза. То есть вот лучшего способа запереть вообще нашу экономику просто не существует. Но это по чьей команде? Вот это и есть то, что нужно американскому капиталу. То, что нужно империалистическому капиталу и тем, кто командует в мире. Значит, при Ленине была такая ситуация, когда можно было говорить, что небольшая кучка, группа крупных империалистических держав грабит весь мир. Грабит, прежде всего, каким образом? Мы захватываем рынки сбыта, наше сбывается, так сказать, то, что мы будем... И источники сырья используются. Вот Россия, говорит, у нас нефти много. Источник сырья. А у нас, говорит, вот из-за нашей нефти, что у нас ее много, у нас рубль падает. А почему в Японии иена не падает? Там вообще нет никакой нефти. Нефти нет, угля нет. Да ничего там нету. Там одно обрабатывающее производство. И прекрасно они, так сказать, в этом смысле развиваются экономики. Но как она может развиваться при капитализме со спадами, с кризисами? Но несравнимо с тем, что есть у нас. Выключать надо телефоны во время записи. С того времени, как Ленин написал свою работу империалином как высшая стадия картины, мира изменилась. Еще меньше стало и тех крупнейших государств. Вот если мы на равных почти Соединенных Штатах Америки могли выступать в Великобритании, Франции. А теперь, так сказать, пусть попробует в Европе хоть одно государство решить хоть какой-нибудь один экономический вопрос не в соответствии с тем, как считает нужным поступить правительство Соединенных Штатов Америки. Я вот был в Греции на круглом столе и думаю, что они так вот как-то стараются обходить. Это не называют Соединенных Штатов Америки. А я вот в последнем я выступал, мне дали тогда, когда уже все выступили. Я все поблагодарил, конечно, организаторов, говорю, вот теперь я могу подвести итоги, уже все рассказывали, что происходит. Остается только указать на организаторов этого всего дела, что происходит на Украине, что происходит, так сказать, у нас вообще в Европе, когда идет сначала одно государство разбивается на мелкие части Югославии. Это, они говорят, все государства теперь независимые и свободные. Даже пересчитать их невозможно, насколько они независимые, сколько их никак не упомнишь там. Черногория, Македония, Сербия, Хорватия, Косово еще есть. В общем, там много чего есть. Словения. Вот, Словения еще есть. И все самостоятельные. Но никакой роли уже в политике они играть не могут. Потом, значит, государство с древнейшей историей, Рак, под смехотворным предлогом, что это надо вот поскрести. Вот, вы не привезли с собой оружие массового вооружения? На всякий случай надо налететь на вас с самолетами, с армией и проверить это дело. Потом, говорит, ошибочка маленькая вышла. Вообще-то нету. Ну, нету, но на всякий случай президента повесили. А он был демократически избран. Это вот Соединенные Штаты распространяют эту демократию на весь мир. Ну, насчет Ливии. Тут подсуетился наш Дмитрий Анатольевич. Говорит, мы, да, там какие-то права нарушаются. Давайте мы, значит, пропустим эту резолюцию. Наверное, вообще политик должен отличаться тем, что он, так сказать, как-то должен вперед. И что? Так он помог американскому империализму уничтожить Ливию. Конкретно совершенно. Россия тут помогла. А когда увидели, чем это пахнет для России, потому что следующая-то Россия в очередь встала. Следующая стала Россия. Она со всех сторон окружена. Ее, вот, так сказать, вот сейчас лишили. Сначала говорили, вы купите у нас станки, вы купите у нас то, вы купите у нас все. А вы говорите, ничего вы у нас не купите. Станки вы можете теперь купить в двух местах. В Китае и в Беларуси. Больше нигде. А свое станкостроительное производство в сто раз сократилось. В колоссальной степени уничтожено. Поэтому, когда мы говорим, кто пособник империалистов? Пособники империалистов у нас сидят в правительстве американских. Об этом говорит и советник президента Глазьев. А, скажем, президент с ним не соглашается, похоже. Дескать, мы одобряем деятельность Центробанка. Тогда выступает обмундсмен. Он всегда защищал этих самых бизнесменов, дескать, если поймали вас за мелкие преступления, вас надо надолго засадить. А если он бизнесмен, то надо его держать дома и под домашним арестом и хорошо кормить. А теперь он говорит, так это неправильная политика. У нас она не стимулирует вообще никакое наше развитие. Поэтому мы, говорит, выступаем против этого дела. Уже Дерипаска говорит, так у нас банков нет. Это же у нас вся эта система, это ростовсическая. И это происходит на каком фоне? На фоне того, что продолжается поддержка этой империалистической политики. Эта империалистическая политика никуда не снимается с повестки дня. Поддержки экономики крупной империалистической державы и других империалистических стран, которые грабят Россию. И так, это с Россией так происходит. А что говорить о других странах? Вот я видел, что на круглом столе, если кто-то вылезет там и будет говорить что-то против Соединенных Штатов Америки, не будет этой страны. Они же продемонстрируют. Зачем это делается? Зачем уничтожать одну страну, вторую страну, третью страну? Вы будете выступать? Вас не будет. Вы будете выступать? Вас не будет. Вы вот выступали уже здесь, товарищ Денис. Мы заметили уже. Уже у нас записано там, не первым, правда, не первым. Вы уже стоите. То есть, это чувствуют все в Европе. Как-то я был в Бельгии, там был музей сопротивления. Я думал, что так называется? У нас военный музей, музей победы, а там сопротивление. Потому что, ну вот можете представить, вот Бельгию, она может сопротивляться, скажем, в военной машине гитлеровской Германии. Но это даже не о чем говорить. Может там такая мысль возникнуть в маленькой стране, что мы разгромим, уничтожим фашизм германский? Там мысль такой не может возникнуть в Европе ни у кого. Представляете, с Францией как раз делался Гитлер. За две недели. О чем говорить? Поэтому, так сказать, вот Россия оказалась тут на этом самом пути. И поэтому не надо из себя изображать, что мы, дескать, вот тут вершим эту большую политику. Мы, так сказать, пытаемся удержаться хоть на тех позициях, которые гораздо хуже, чем были у Советского Союза, в смысле влияния на международные дела. Гораздо хуже. И экономический наш потенциал такой, что, так сказать, очень серьезную такую независимую политику невозможно проводить. Или очень трудно, или и долго ее невозможно проводить. Собственно, это тоже делается расчет. А импортозамещение состоит в том, что, ну хорошо, но теперь будут не турецкие помидоры, а азербайджанские помидоры. Вся разница. Думаете, что стали у наших селян подешевле брать, подороже брать молочко? Нет. 15 рублей, значит, закупаем, 50 рублей продаем. И вот этот сектор торговый, он это наживается. Это что, развитие производства? Да это перепродажа постоянная. Короче говоря, значит, то, что говорил Ленин в свое время, что кучка, небольшая кучка крупнейших империалистических держав грабит весь мир, а остальные являются ограбленными. И туда выводится капитал. А вывоз капитала, это не вывоз денег, это создание средств предприятий на чужой территории. На этих предприятиях местные рабочие работают по зарплате, по цене рабочей силы в несколько раз ниже, чем в метрополии, так сказать, в самой империалистической державе. И поэтому, когда вот он говорит, ой, что так нам не идут инвестиции? Что такое инвестиции? То есть, нам мало еще настроили этих фабрик и заводов, где их эксплуатируют, в интересах иностранного капитала наших работников. Мало. Вот вывоз капитала, это строительство. А мы много строим этих российских предприятий там где-то за рубежом? Да мы свои-то уничтожаем. У нас вообще капиталиста на капиталистов не похожи. Капиталист – это персонификация капитала по Марксу. А капитал – это самовозрастающая стоимость. Она самоубывающая, самосебя уничтожающая, самосокращающаяся. И Россию так постепенно говорят, и на образование будет меньше, и учить будем меньше, и на музее меньше, и на искусство меньше, и на все меньше. А что меньше, а что больше? А больше будет вот в карманах у наших империалистов, монополистов, которые являются монополистами за счет того, что они разделили и схватили общенародное достояние. Вот картинка. У нас десильный коэффициент в России, то есть доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных – 32. А в Соединенных Штатах Америки – 9. А в Европе – от 5 до 7, а в скандинавских странах – от 3 до 5. Вы пойдите туда, съездите в Финляндию на итало-французском поезде «Аллегра», и вы увидите, там заборчики скромненькие, и даумики скромненькие. А вы поезжайте вот в разливы, посмотрите, какие там стоят дворцы. Вон, Сестрорецк, огромные дворцы. Если вы увидите дворец, то это значит частное. А если какое-нибудь маленькое здание – это школа, наверное. Или какое-нибудь общественное учреждение. То, что говорил Ленин, осталось верным, но еще и модифицировалось. Вот мы еще перед началом здесь обсуждали, что уже не кучка, а есть, так сказать, если это кучка бандитов и грабителей, то у меня есть пахан. То есть у меня есть главный бандит, который уже организовал систему, такую систему, что кто не будет действовать в соответствии с его указаниями, даже если это крупная держава, Франция, например, или Австрия, не такая уж крупная. Она вот пришла, всячески выражала любовь к России и к Медведеву, но говорит, только извините, по санкциям это у нас коллективное, мы ничего не можем. Мы против санкций, но мы ничего не можем. А Франция может? И Франция не может. А Германия может? И Германия не может. Германцы говорят, надо отменить. Но мы не отменим. А почему не отменим? Потому что не разрешает. Кто не разрешает? Дядя Сэм. Дядя Сэм сейчас. Дядя Сэм больше всего вкладывает в копилку НАТО. То есть он финансирует царами оттуда. У нас что, тут французские танки стоят в Эстонии или в Латвии, там американские стоят, а самолеты какие летают? То есть надо сказать, что картина мира в этом смысле изменилась, и в этом смысле, что появилось крупнейшее государство империалистическое, которое теперь пытается душить весь мир, кроме того, который из-под крыла капитализма выпал. Поэтому я, когда, если мы говорим сегодня об антиимпериалистической борьбе, то она последовательна может быть только со стороны социалистических стран. Никакой последовательной борьбы против империализма быть иначе не может. Почему? По той простой причине, что остальные страны капиталистические, а все капиталисты хотят стать большими капиталистами. Правильно? То есть стать настоящими империалистами. Но не у всех получается, но все мечтают. Так же, как вот Америка, грабить мир, печатать бы деньги и складывать бы это все в карманы, потому что, если кто не будет доллар брать, мы на кораблях приплывем и прилетим на самолетах. И обеспечим эту денежную единицу необходимой силой. Так что будете вы принимать, а не будете принимать, вас вообще не будет. Примерно так сейчас поступает Соединенные Штаты Америки. И у нас появилось совершенно новое явление, в отличие от того, что было раньше, вот были страны целиком фашистские, а сейчас нет, они внутри, зачем им внутри фашизм? Надо дурачить все время с помощью выборной системы. Пускай билетиками голосуют, а вот другие страны, чтобы подчинялись, мы туда прилетим на самолетах, и невзирая ни на какие нормы, ни на какие решения будем бомбить, уничтожать, закрывать небо и так далее. Что произошло? Югославия раз, Ираком два, и хотели это же сделать с Сирией, с Украиной, а про Россию Маккейн же давно сказал. И вообще давно нам уже говорят, у вас слишком много здесь ресурсов, а народу слишком мало. А ресурсов надо как-то решать проблему. Но у нас, к счастью, достаточно крупным является другой полюс, который обязан в свое время и нашей революции, в столетии которой мы будем отмечать в следующем году, и Советскому Союзу, который появился плодом этой революции, и преемником которой стала Россия, и которой теперь приходится ей так или иначе нести этот исторический груз, потому что все равно ее воспринимают как преемника, и все к ней обращаются, чтобы она защитила. А эти защитники все норовят как бы наоборот сделать в соответствии с тем, что требует иностранный капитал, что требует тот самый крупный капитал американский. Так вот, у нас существует Китайская Народная Республика, это социалистическая страна. Ну, сразу скажу, что мы вот различаем в науке социалистическая страна и страна, построившая социализм. Страна социалистическая, это страна, в которой была установлена диктатура, совершена социалистическая революция и установлена диктатура пролетариата. Самые главные разногласия, которые были между КПСС и КПК, по двум вопросам. По вопросу о диктатуре пролетариата, что у нас при Хрущеве на 22-м съезде выбросили, то самое главное в Марксе и выбросили, и Россия сразу перешла, стала переходить, СССР переходить стал в переходный период от коммунизма к капитализму. И второй вопрос, это вопрос о Сталине, который воплотил как раз, собственно, и ленинизм на практике, и реализовывал, и руководил всем социалистическим строительством. Поэтому для того, чтобы разрушать социализм, нужно затоптать фигуру Сталина, уничтожить. Поэтому те люди, которые сейчас здесь печатают плакаты, дарят им, они это способствуют тому, чтобы по мере возвышения фигуры Сталина, встает вопрос о том, что надо пересмотреть то, что единогласно было принято на 22-м съезде, и соответствующую дань дать этой исторической фигуре, потому что одно дело теория, а другое дело практика построения социализма. Она что, ниже, чем революция просто? Ну, взяли власть. Ну, так с этой властью надо еще построить, да еще и удержать социализм. Так вот, социалистические страны, это вот лагерь борьбы, последовательной борьбы против империализма. В чем состоит борьба? А вот на эту территорию, на этих людей уже никак империализм не распространяется. Поэтому, скажем, возьмем Китайскую Народную Республику. Миллиард 374 тысячи человек. У меня самые свежие данные, 15-й год. Миллиард 374 тысячи, даже 542. Миллиард 375. Дальше пошли. Вьетнам. Вьетнам. Это второе место по численности. Социалистическая Республика Вьетнам. Вот интересная была картина, когда товарищ Медведев, возглавляющий буржуазную партию Единой России, встречался с генеральным секретарем партии Вьетнама. А что делать? Ну, или иди к Америке, или иди туда. Америка съест. Значит, пошли договариваться какой-то там рынок делать общий. Нельзя ли какие-то усилия экономические нам? Ну, это крупная страна. 91 человек. На 90 миллион человек. Ну, уже, скажем, посчитай почти 92. Третье место по численности населения. КНДР. Как вы думаете, сколько у вас в КНДР людей? Вот маленькая страна. 25. 25. Но это не маленькая страна. 25. Не маленькая страна. Она имеет ядерное оружие, имеет ракетные системы. Причем я вот читал такую спокойную, очень смирную газету, вот год назад, статью в газете российской. Военный эксперт говорил, что, ну, вот это самое экономное, конечно, для такой страны, как Корея. Это не высокоточное оружие, это очень дорого, это очень финансово емко. А вот это гораздо дешевле. Ядерное оружие, ракеты, и уже никто не тронет. Ну, они так и действуют. Ядерное оружие. Ну, конечно, мы будем делать заявления, мы протестуем. Вы протестуете против испытаний? Нет? А почему? Я протестую. А я боюсь. Ага. Да, ну, и под землей же, Иван Михайлович. Чего там под землей? Ничего не находит. Ракеты в нашу направлению летят, но не налетают. Куба. 11 миллионов. Человек. Никто у нас остался. Лаос. 6 миллионов. Нет, 7 уже, 6,693. Ну, вот, пожалуйста, вам. Это примерно полтора миллиарда человек. Вот полтора миллиарда человек, и это другой полюс. Это вот тот полюс принципиальной антиимпериалистической борьбы, в которую, как могут вести вот эти страны? Они, конечно, экономически пока не сильнее Соединенных Штатов Америки. Вообще вместе взяты. Не сильнее. Но, скажем, Китайская Народная Республика, так сказать, конкурирует уже по объему валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки. Конкурирует вполне. Скажем, вся необходимая передовая техника, там, приборостроение, машиностроение, ну, все там есть. Ну, во многом похуже. А в чем-то, значит, приближается. У нас они раньше брали и переделывали. Сейчас они, так сказать, покупают у нас тоже, чтобы потом брать и переделывать. Во всяком случае, Китайская Народная Республика, значит, обеспечивает такую ситуацию, когда полтора миллиарда, и, конечно, надо, прежде всего, к ней внимание привлечь, потому что не Россия. Россия с такой нынешней экономикой, она противостоять, ну, может, только в одном отношении, вот там, где вот можно где-то военную силу. Она может помочь Китайской Народной Республике. Она Индии помогает, так сказать, тем, что и танки, и продает, и самолеты. И вообще-то по торговле оружием Россия на втором месте. Вот. Ну, хоть здесь весь военное, хоть машиностроение осталось. А потому что, если не будет военного машиностроения, ну, просто уничтожат Россию. Завтра же растерзают. И тот же Маккейн, который был кандидат в президенты, говорил, Путин, мы стоим у твоих ворот. То есть, никто не должен никаких строить иллюзий. А зачем нас окружили со всех сторон военными банками, газами, и время подлетное, там, до Москвы очень короткое. Поэтому здесь не надо строить. Война на Украине идет, между прочим, таким образом, что вот люди, добровольцы, там, защищают Россию. Вот мы говорим, вот мы России помогаем. Да я не знаю, кто кому помогает. Я думаю, что они нам помогают. Мы вот по военной технике помогаем добровольцами. А они нам помогают тем, что они Россию защищают. Вот они с Украины завязали. А так бы они, это все было бы в России. Это понятно, что это в России? А Сирию-то убери теперь Сирию и Украину. Что следующее? Кто следующее? Или там что, остановка у них? Там скажут, ну, теперь все. Мы теперь садимся, значит, больше мы не будем ничего делать такого. У нас таких планов больше нет. Как может не быть таких планов у такой крупной державы, как Сирия? Тогда, тогда Россия начинает прибиваться. При том, что она буржуазная, прибиваться, чтобы ее не съели совсем. Куда? К Китайской Народной Республике, к Индии. В Индии, потому что миллиард триста. Миллиард триста. И там современное производство. Они, между прочим, не только закупают военную технику, они еще и сами производят, и просят помочь им, наладить и так далее. Поэтому, но на Индию мы не можем рассчитывать. Почему? Потому что она не может быть последовательным борцом против империализма. Если Индия наберет силу, она может тоже стать империалистической страной. Почему бы и нет? Она-то не социалистическая страна. Вот кроме тех стран, которые я перечислил, все остальное, никаким боком, так сказать, нельзя объявлять, так сказать, борцами против империализма. Почему? Потому что бороться против империализма можно только одним путем. Это же империализм, это капитализм. А как капиталистические страны могут бороться против капитализма? Никак они не могут. Они просто, когда у них отнимают во время конкурентной борьбы, естественно, они не дают. Все, никто не хочет отдавать свое. Поэтому все вот эти маленькие страны, и более слабые, чем Соединенные Штаты Америки, пытаются свои экономические позиции на рынках удержать. И пытаются, если удается что-то вывозить, хотя бы и не удается вывозить капитал, так хотя бы вывезти хоть какой-то товар. Вывозят. А если у них отберут эти рынки, ну поплачут и скажут, вот такие-сякие, и, так сказать, свое недовольство будут выражать. Поэтому существуют всякие пустые движения вроде там глобалистов, которые ходят и шумят по всему миру. На это деньги, наверное, выделяются. Вот я бы, скажем, очень бы рад был, если бы, скажем, какая-то была какая-то организация такая, чтобы можно было выделить деньги, чтобы они здесь вот ходили и сказать, долой, в университет рабочих корреспондентов, фонда рабочих академий. К нам народ бы сразу прибежал, гораздо больше людей было бы здесь. Но чего-то таких вот людей нет. Поэтому эти антиглобалисты, это просто зеркало вот этих самых сборищ, когда собираются крупнейшие державы и решают, что дальше делать по уничтожению более слабых государств. Поэтому антиимпериалистической борьбы, в строгом смысле слова, настоящей, кроме вот борьбы, прежде всего, за строительство социализма в этих странах, прежде всего, за строительство социализма, это самая главная борьба. А не за то, что там что-то вы делаете на международной арене. Вот никакой другой борьбы, в общем-то, и нету. Поэтому и особенно не говорят про нее. Вы слышите такие слова? Вот у нас вот мы сделали такой вот заголовок, поставили, потом начали думать, а где она, эта борьба-то, антиимпериалистическая? А где она? А вот ее, кроме того, о чем вот я уже говорил, со стороны стран социалистических, ее и нет. А, скажем, ведет ли Россия антиимпериалистическую борьбу? Нет. Россия содействует тому, чтобы Соединенные Штаты свою роль укрепляли, потому что ослабление российской экономики усиливает экономику Соединенных Штатов Америки. И чем, кто этим занимается? Правительство России этим занимается. А как президент, а президент, вот, содействует этому. А как, что по этому поводу думает, я уже говорил, он будет смен, недавно, он в Коммерсанте разразился большой статьей, сказал, ну, вот, говорит, его спрашивают, а вот же Путин-то не одобрил же, вот, это вот, он одобрил деятельность Центробанка. Он говорит, ну, а что Путин? Путин же не может все знать. Президент же не может все знать. Президент, говорит, он, его делает команда. А команда у него тянет не туда. Ну, мы надеемся, что, может, он разберется. То есть, это говорят уже представители класса буржуазии. А, так сказать, люди власть придержащие, они никак этого не могут осознать, что они помогают по существу, так сказать, американскому империализму, хотя считают, что они с ним борются. И вот эта самая так называемая борьба, ну, такая мелкотравчатая, дескать, ну, не будем, так сказать, давать возможности сюда подкупать непосредственно на выборах уже каких-то там иметь общественные организации некоммерческие, которые действуют в интересах напрямую иностранных государств. Это все хорошо, это полезно, но это мелко. А по-крупному, а по-крупному, надо иметь свое машиностроение и надо иметь свое приборостроение. Вот я очень рекомендую всем книгу Нобелевского лауреата Жореса Алферова, которая называется «Власть без мозгов». Очень просто и понятно написано. Академия наук громят. Как вы без Академии наук? Вы вместо того, чтобы дать ей задачу, сделаете стратегический план развития России. Ну, что Ленин в свое время сделал, так сказать. Ну, это вот такие вот, даже наш капитал какой-то мелкий, мелкотравчатый и неглубокий. Они даже это вот, ну, в рамках государственного сектора хоть какой-нибудь планчик сделали. А и дальше заказы, программы, нет ничего этого. Ничего нет. А он говорит, мы туда деньги, как потратим резервный фонд? Ну, понятно, вы своим фирмам дадите, они наварятся. Как они его потратят? Что мы не знаем, как они будут выходить из кризиса? После каждого кризиса одни беднеют, то есть народ, а эти богачи, они только богатеют. У нас что, после кризиса прошлого меньше стало миллиардеров или больше? Так какой кризис? У нас вообще никакого кризиса нет. У нас перепроизводство, что ли, есть? Вот помните, как у Маркса написано? Кризисы перепроизводства. Где вы видите перепроизводство? У нас одно недопроизводство везде. У нас разрушается то, что есть. Поэтому, а этот, говорит, вот там появляется кризис. А раз кризис, не требуйте зарплаты. Страна в кризисе, а вы требуете повышения зарплаты. Надо затянуть пояса. Вот пойдете домой, меньше ужинаете, меньше завтракаете, подтягиваете еще пояса. Ну, вот, собственно, что нам пропагандируют. Поэтому картина такая, значит, не может быть никакой особенной антиимпериалистической борьбы. Просто потому, что это вот такая задача анти. Она не соседательная. Надо строить, готовиться к социалистической революции, поддерживать социалистические государства. И они сейчас единственные защитники. Если бы не Китайская Народная Республика, которая в свое время, Советский Союз, помог и снабдила их, так сказать, вооружением японским, которое было захвачено после разгрома Квантунской армии, и советским, который... Ну, не вези же его обратно. Что из Дальнего Востока вези? Мы там новое себе сделаем. Мы им все оставили. И Мао Цзун со своей армией победил Чанг Кайши. А теперь они нам помогают. Чем они нам помогают? Не дают нас съесть. Ну, потому что вот они... Пока они голосуют за нами. Пока мы правильно голосуем. А вот если мы неправильно голосуем, они, к сожалению, тоже голосуют неправильно. Смотрите, Кахман Медведев сказал, что мы по Ливии, я скажу, пропустим эту резолюцию. И те тоже не стали. Ну, говорит, если Россия не хочет, и мы не будем. Поэтому китайцы не хотят особенно высовываться. Может, потому что они тоже не очень чувствуют себя очень сильными. А они не очень-то и сильные. Потому что они большие. Ну, знаете, как есть большие государства, как большие животные. А хищник более мелкий, может их съесть. Есть динозавры, есть тиранозавры. И эта борьба не всегда в пользу этих динозавров кончается, которые едят траву. Делают много-много мелких всяких игрушек. Ну, и это что там такое? Что там ручное производство в Китае колоссальное. Там много очень мелких буржуа. Там есть средний... А насчет государственных? Ну, не знаем мы даже. Нам никто не расскажет китайский язык. Вот я не знаю. Я не могу узнать, что там есть в Китае. У нас прочитать это абсолютно негде. Тоже так же мы не знаем, какая экономика в Соединенных Штатах Америки. Они ничего не пишут. Они рассказывают, что у них в магазине. Да вот то, что у нас, то и у них. Куда вы сейчас не поедете, везде один и тот же ассортимент. Везде одной тоже продают. Паунти. И это самое, Сче Гевара, Майки. Везде. Ну, вот такая в этом смысле картина. И, к сожалению, я хочу сказать, что среди представителей, так сказать, левых или коммунистических сил существуют такие наивные представления, что, так сказать, что вот, дескать, уже сейчас вообще другое. Нет, империализм не такой. Нет такого ограбления. Нет этих грабителей. Не они всем правят. Ну, и нет понимания того, что появились новые формы борьбы. Вот фашизм на экспорт, о чем мы говорили не раз, здесь это новое явление. Вот, скажем, Россия действительно, она противостоит фашизму на экспорт. Фактически. Так вот и сложилось исторически, и так сложилось политически, что она единственная сейчас защита против фашизма на экспорт. Плюс Китай, который пока, пока он на первой линии не выходит, но поддерживает. А больше ведь ничего и нет. Ну, кто бы мог, вот кто бы, так сказать, помог бы еще, то же там и Луганску и Донецку, кроме России. Никто бы и не помог. Это буржуазная помощь, буржуазная. Ну, а мы это видели в период Великой Отечественной войны. За демократию и против фашизма выступала империалистическая буржуазия Соединенных Штатов Америки и Великобритания. Ну, а Франции тоже, можно сказать, ну, они-то мало, от них что зависело, они были уже разгромлены немецкой армадой военной. Поэтому и этот опыт игнорируют тоже. Ну, это Сталин, наверное, они неправильно действовали, или это вообще этот опыт, давайте его забудем. Или вообще забудем, что такое фашизм. А фашизм это не нацизм. Сейчас вот называют, в Греции, говорят, есть вот там нацисты, золотая заря. Они не нацисты, а националисты. Националисты есть вообще в любой буржуазной стране. Есть буржуазные страны без буржуазного национализма, нету. А еще есть страшнее, шовинизм. Это не просто, что вот я больше люблю свою нацию, чем вашу, а я вашу ненавижу. Вот это шовинизм. То есть это ненависть национальная. Но это все равно не фашизм. А фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала. А я уже тут говорил, на этом не останавливаюсь. Чтобы иметь финансовый капитал, нужно иметь, а, настоящую, так сказать, свою промышленность крупную, и, б, нужно иметь настоящие банки. Чтобы, так сказать, наши же капиталисты не говорили, что это просто, как Дерипаска говорит, ну, это же ростовщический капитал. Он покупает и перегоняет деньги, и себя обогащает. Вот вы вливаете в банки, а эти деньги все уходят в карманы этим же самым нашим воротилам финансовым. А воротил хозяйственных у нас вообще нету. У нас растащить могут любой самый крупный объект, вроде даже космодром Восточный. Ушло туда. Сначала говорили 12 миллиардов, потом, говорят, 6 уже прокуратура говорит. А сейчас и про это молчат, чтобы никого не наказывать. А уголовные дела по поводу того, что зарплату у него плачут, там где-то 120 миллионов всего. А где 6 миллиардов? А молчание. У нас есть прокуратура, у нас есть... А финмониторинг вообще разгоним сейчас. Финмониторинг не нужен, потому что что там? Начнет копаться. Где эти деньги? Давайте лучше этих вот, которые копаются, уберем. Так что у нас в этом смысле обстоит очень плохо в этом смысле дело. И вот в этом смысле у нас кризис, кризис, так сказать, в экономическом управлении страной. А политическое управление страной без экономического управления успешным быть не может. Какое же успешное политическое управление, когда народ будет жить хуже, хуже и хуже? Выходит министр экономического развития, если бы за Витя, понятно, и говорит. А вы, товарищ, должны привыкнуть к новой экономической реальности. А что это значит? А привыкнуть, что будете кушать, будете меньше, работать будете больше. Вот в этом состоит его роль, как министра экономического развития. Ну, некоторые товарищи в другие времена, конечно, такого министра прогнали, я думаю, что можете расстрелять бы. И это, наверное, было бы справедливо. На этой оптимистической ноте разрешите закончить. Переходим к вопросам. Вы всё время повторяете, что Китай – социалистическая страна. Вот какие признаки того, что Китай… Признак один. Социалистическая страна только один признак. Если власть рабочего класса установлена, страна становится социалистической. Пока мы знаем, знаем, установлена, пока не произошла контрреволюция, пока не уничтожена эта власть рабочего класса, у вас есть основания сказать, что там диктатура патри�った уничтожена? У меня нет основания. Там социализм не... Что мы видим? Ничего вы там не видите? Я там ничего не... Да ничего вы не видите там. И я не вижу. И не знаем мы никакой информации не имеем, потому что ни вы, ни я по-китайски не читаем. Мы знаем, вот последнее произведение, которое я ясно читаю, это вот замечательное выступление Мао Цзэдуна против Хрущева. Оно напечатано в сборнике, посвященной по сталинской конференции в конце. Жалко, что мелким шрифтом. Чего мы его крупно не напечатали? Но оно ли висит и на сайте фонда Рабочей Академии, можно скачать. Он там показывает, в чем неправа была верхушка руководства КПСС, и что это, так сказать, приведет к самым тяжелым последствиям. От этого что, отмежевался Китай? Не отмежевался. От Мао Цзэдуна? Нет. Не отмежевался. Там что, с Мао Цзэдуном проделывает то, что у нас со Сталиным? Нет. У нас вот нет оснований говорить, а то, что там может сто лет будет переходный период. Ну, это же Китай, у вас там 10 лет, а для них это 100 лет надо. Вы попробуйте с ними договориться, скажем, мы вам пришлем ответ. Ответ через 5 лет. Михаил Васильевич, он спрашивает, перейдут ли они или назад? Не знаю. Михаил Васильевич, это то, что конкретно вот у нас, ну, в смысле такие... Нет, я знаю одно, я знаю одно, что страна социалистическая, она находится в переходном периоде. Вот все страны, кроме Корейской Народно-Демократической Республики, это страны, в которых социализм не построен, а в КНДР построен. Я вот там был 2 недели, вот меня Виктор Аркадьевич, в частности, посылал. И я вам, сказать, подтверждаю, там прекрасно живут люди, это настоящий социализм во всех отношениях. Ни бомжей, ни проституток, ни грязи, прекрасное образование, отличная культура. И как только ты в самолет садишься, уже нет этой дурацкой музыки оглупляющей. Что? Корейская Народно-Демократическая Северная Корея. Северная Корея. Страна утренней свежести. Что? И производство свое как раз у них. И производство свое, их все время критиковали в советский период. Что, дескать, вот, тут у нас страны СФ, мы тут все разделили, потом все утонули, а они, поскольку они, так сказать, тогда делали, на всякий случай свое. Вот поэтому у них нет своего нефти. Нефти нету, вот у них нефти нету. И поэтому, когда мы там были, вот нас возили на Мерседесах, а автобусы не ездили. Не ездили. На нас возили. Хорошо, ладно. Время не будет заводить, но все-таки... Значит, еще раз, вы не путаете... Резюмение, мы должны не путать. Каковы перспективы? Перспективы переходного периода такие. Переходный период между капитализмом и коммунизмом, который начинается с установления власти, диктатуры, диктатуры Петрято, он чем может закончиться? Либо переходом к капитализму, либо переходом к коммунизму. Или так, или так. Как Ленин говорил, кто кого? Вы знаете, кто кого? Я не знаю. Мы с вами сочувствуем тем, которые хотят победить? Ну вот и все. То же самое на Кубе. Куба была социалистической страной. Потом нынешнее новое руководство, после Фиделя Кастро, братец пришел, братец говорит, надо нам самозанятых сделать, как во всех других цивилизованных странах. Что такое самозанятые? Мелкобуржуазия. Миллион изъяли из государственных предприятий и говорят, вы давайте купите три козы, или что там у нас, посадите там три дерева, и там будете с этих собирать фрукты и продавать. И получился миллион, класс, мелкобуржуазия. Куда ушел, так сказать, кубинский строй в переходный период? Теперь это, если раньше это была страна социалистическая, построившая социализм, теперь это социалистическая страна, не построившая социализм, вернее, построившая, а потом обратно, и вот, так сказать, убравшая. Поэтому там тоже переходный, опять кто кого, не решился вопрос. Во всех остальных странах, тем более, Вьетнам тоже самый, переходный период. Это социалистическая республика Вьетнам. Там есть коммунистическая партия, там есть генеральный секретарь. Они никогда от диктатуры при этом не отказывались. Но чем там закончится? Это же не война. Попробуйте вы построить экономику в такой стране в 90 миллионов. А у нас-то 150. Это уже почти столько, сколько у нас в России. Потому что мы не отличаемся от этого. У нас все меньше и меньше становится. А у нас, говорит, а вот мы думаем, мы еще продлим этот материнский капитал еще на два года. Я-то думал, что это никогда его не отменят. А оказывается, нет, нам потом скоро, через два года, люди не будут нужны в России. Как-то додумываться можно. Просто удивляюсь. Это президент выступает и говорит, что мы решили оставить еще. А может, вы решили не трогать, если он есть? Интересно. Так что вот так. Тема вашего выступления антиопилактическая борьба в современном мире. Правильно я понял, что вы говорите, что основной борец это все-таки система социалистических стран, которая пока не борется всегда, может быть, своей слабостью, может быть, еще что-то. И на первый план этой борьбы вышла та сила, которая по своей сути такой не является, это буржуазная Россия, потому что она находится на первом плане этой борьбы находится Китайская Народная Республика. Россия, она не борется с империалистическим, с империализмом. Она борется с фашизмом американским. Это не борьба с империализмом. Американский империализм может прекрасно развиваться в демократической форме. Вот она, вот буржуазия России поддерживает демократические формы демократические формы капитализма. Сейчас что будет у нас под влиянием России в Донецке и в Луганске? Буржуазные государства будут там, никакие не другие. Другой вопрос. Против американского фашизма, кроме России, еще социалистические страны борются? Нет. Не борются? Нет. То есть Россия... Они поддерживают, как бы смотрят, чем это дело закончится. Потому что у них очень много проблем. А эти проблемы, пусть их решает Россия. Можно ли сделать все-таки такой-то я согласен с ним, что самым последовательным борцом с фашизмом являются социалистические страны? Сейчас? Нет, вообще. Вообще да, конечно. Но на данном этапе. Но на данном этапе. Они пока в эту борьбу. Стала вот, скажем, обратите внимание... Моя паллистическая Россия. Правильно? Самый последовательный антифашистский боец сейчас. Да. Не последовательный... Нет. Насчет последовательности я не знаю. А насчет того, что она наиболее действенным борцом является, это факт. Действительным борцом. Потому что все остальные, тот же Китай, ограничиваются пока заявлениями в поддержку действий России. Ограничиваются заявлениями, что да, правильно, и в Сирии поддерживаются эти действия. Но не более того. Поэтому никаких, вы видите, даже вложений соответствующих, экономических или военных, нет. В чем причина? А вдруг Россия, у нее ничего не получится, зачем мы туда полезем? И все. Но можно понять, что этих слабых стран, социалистические, которые рискуют потерять, так сказать, то, что они завоевали. Так что вот они сейчас будут ввязываться между борьбу за буржуазную демократию против фашизма, который идет между Соединенных Штатами Америки и Россией. Да? И потеряется социалистическое государство. Вот они не хотят рисковать. А вы им посоветуете начать рисковать? Я не знаю. Я бы тоже не брался советовать. Прямо так вот начать бороться. Там сейчас будут оттуда, с Китая, поедут вот сюда, на этот театр, здесь бороться. И решать судьбу буржуазной России. Не будут. Еще вопросы? Еще один? Можно я один? Вопрос, и до конца, я не говорю. Национально-освободительное движение, скажем, можно ли к этому национальному движению отнести Талибан, ИДИЛ или еще какие-нибудь... Можно ли опять-таки государство Иран, там Ирак пытается что-то, хотя мы знаем, что он, конечно, под пятой находится, но все-таки. Вот, скажем, такие, ну, крупные капиталистические... А, хотя бы про Индию сказали. Индия, Иран, в принципе, да, это одно и то же. Ну, Индия, какой там национальный... А сейчас они... В них там нет национально-освободительного движения, они укрепляют свое государство буржуазное, развивают свою экономику, бурно развиваются, с большими, хорошими, высокими темпами. Поэтому, какое там особенное национально-освободительное движение? Никакого. От кого освободили? Они освободили свое время от колониальной зависимости. Приобрели английский язык, как второй язык, и, так сказать, действуют. Поэтому особенного национально-освободительного движения не наблюдается. После того, как уже колонии нет. Сейчас в других формах при империализме вас душат экономически. Как вы будете бороться с национально-освободительными? Вот у нас, вот скажем, если бы вы освободились от САПСАНов и этих, свое бы машиностроение это было бы национально-освободительное движение. Но с другой стороны, от чего вы освободитесь? Ну, вы освободитесь от иностранного капитала, а вам на шею сядут русские капиталисты. Вам русские приятнее капиталисты? Может, и приятнее, но не на много. Причем, те, может быть, я знаю, что вот когда закрываются американские предприятия у нас, в России, некоторые фирмы, дают 12 откладов, а когда наши предприятия дают 2 или вообще ничего не дают, вызывают и говорят, вот пишите по собственному желанию. Поэтому у нас этот еще и жадный русский капитал. Поэтому, не знаю, вам он нравится, мне не нравится. Еще вопрос, пожалуйста, Петр Аркадьевич. Пожалуйста. Вот отталкиваясь от тезиса, что новую форму эксплуатации, экономической, прежде всего, колонии, почему вы к антиимпериалистической борьбе и силам не отнесли и латиноамериканские страны, просто Венесуэла, там Боливия, Эквадор, ну и все эти самые. Ну, так сказать, вот их борьба состоит в том, чтобы себя удержать вот в таком виде, в каком они есть. А в чем их еще состоит борьба? Значит, экономическое положение Венесуэлы тяжелейшее. Вот, рассчитывать им на помощь России, ну да, ну мы автоматы 100 тысяч подали. Ну мы какие-то... А что они сами? Чавес, предположим, жив, вот на этом периоде. Ну, хоть Чавес жив, он что может сделать там? Это отсталая страна, в которой в основном мелкая буржуазия. Там нет даже серьезного капитала. Поэтому она серьезно противостоять Соединенных Штатам не может. Вот я смотрел, скажем, структуру собственности. Вот структура собственности такая, скажем, канадская собственность на 60% американская. Латинская. В Латинской Америке. Это вот по политическим вопросам мы смотрим. А там же ведь крупные компании, они по-прежнему действуют. Они с них требуют больше денег. Ну, как в Ливии. В Ливии чья промышленность была нефтяная? Нефтяная. Ну, вся иностранная. Поэтому захотел Каддафи получить больше, больше процентов, его прогнали, а страну уничтожили. Поэтому и там такая же картина. Где вы там, как может вести серьезную антимпериалистическую борьбу государство, у которого нет прочных экономических основ. Ну, у кого-то. Ну, Бразилия более-менее. Она начинает стыковаться с кем? С той же Россией, с теми, с ЮАР, с Китаем. Вот эти страны БРИКС. Вот они сплотились. А что, инициалы какую-то мощь добавляют экономическую к этому? Нет. Кто еще? Аргентина? Добавляет. Ну, есть там серебро. Можно добывать. Но сказать, что там она какую-то серьезную роль играет в экономике. То есть, как раз говорить о серьезной борьбе. Вот все вот эти антилозунги, они довольно пустые. Вот созидательного лозунга там один может быть. Какой лозунг может унициализовать? Строить капитализм? Потому что социализм там не построили без диктатуры. Ряд ли никто там не обессобирался ее устанавливать. Социалистической революции их там не было и рядом не стояло. А говорить о социализме так и Альен договорил. Разговоры про социализм ничего не значат. И в свое время у Брежнева приезжали и выпрашивали. На научный социализм. У нас, говорят, в Сомали научно-социализм. Дайте денег. Давали под это дело. У нас работали в университете студенты. Мой папа работает. С просьбой, с кем работает твой папа? Мой папа работает король. Сколько угодно было. А деньги давали под это дело. Сколько денег? Потом говорят, то, что давал Советский Союз в долг, это мы списываем с вами. С легкой руки и Кударина посписывали долги. Никто не должен. Надо сказать, Россия всех корми, всех давай. Так что, никакой особенной борьбы там нету. И не может быть. Из Антии никакой борьбы не получат. А вот за социализм борьба получается последовательная. Вот если мы строим социализм, мы будем бороться с теми, кто будет мешать строить. Вот будут мешать строить социализм в Китае, Китай будет бороться. А будет ли он бороться, если будут нарушать демократические права в Сирии? Если там есть Россия, мы ее поддержим, мы напишем резолюцию. Похвалим, скажем, молодцы, давайте еще. Работайте. Достаточно опыта. Спасибо. Николь не поступлений. Кто желает выступать? Значит, я бы хотел во первых словах напомнить, что мы изучаем теорию и разбираемся в теории этого вопроса. И не вспоминаем признаки, империализма. Не просто для того, чтобы, так сказать, сами отметили теорию, а для того, чтобы правильно применить теорию к оценке сегодняшнего дня. Разобраться в тех или иных событиях. Вот на практических примерах посмотреть, где, так сказать, мы правильно оцениваем, значит, где мы там ошибаемся. И в том числе ответить на многие аргументы, которые в наш адрес раздаются по тем или иным делам. Вот мы за последнее время, в том числе, значит, на наших занятиях в прошлом семестре, да даже, может быть, раньше, частенько сталкиваемся лбами и мнениями, аргументами по поводу того, вот, в России, она уже интеррористическая страна или нет? Значит, то, что она капиталистическая, всем понятно, но я бы вот в первых аргументах хотел бы отметить, что даже если Россия сегодня не империалистическая страна, да, вот уже еще нет, то это не зачеркивает того, что российский капитализм может быть очень и очень не реакционен во внутренней политике, да и во внешней, так сказать, и это мы чувствуем на своей школе, там, например, можно провести 93-й год и всякие трудовые законодательства и прочее, прочее, в этот раз, то есть, вот здесь вот одно другого не исключает, второй момент, значит, я думаю, что если Россия сегодня и не империалистическая вполне, то есть, с точки зрения готовой империи назвать, где у нее тут эти самые колонии и прочее, может быть, тяжелее, но она по этому пути, значит, движется, а главное, что она имеет аппетит в эту сторону, однозначно, и это проявляется, значит, и в практических делах, вот посмотрите, уже 10 с лишним лет, например, пробуксовывает идею так называемого союзного государства, нам бы казалось, наши братья в Беларуси, мы же тут один народ, да мы там, почему нет, очень просто, потому что мечта российского капитала, более крупного, более ушлого, более, так сказать, хищного, это проглотить то, что есть в Беларуси, то, что батька Украшенко пока кто-то держит, и пустить, так сказать, лакомый кусок их, поэтому пока не получается, почему с Крымом получилось, потому что более 50% собственности, значит, экономики Крыма, оно и так почти принадлежало российскому капиталу, поэтому при благоприятных условиях действия, так сказать, президента и власти были более решительными, и Крым наш, значит, можно привести другие примеры, молодой, он еще хищный, капитал российский, но он в сторону империализма дышит, конечно, безусловно, и на Украине интересы вполне конкретные, так сказать, и в странах в Иране, в Ираке, и атомную электростанцию строят, и в Турции собирались вложить капиталы и построить, так сказать, за свой счет, потом эксплуатировать, и много где еще чего, то есть, значит, и это неизбежно, потому что любой капитал, лизом, он мечтает выбиться наверх, стать крупным, эперистическим, значит, Россия в этом использует свои, так сказать, преимущества, и даже, помните, появился термин президента, что мы энергетическая империя, правда, это, значит, вылилось, к сожалению, что в сырьевой империи они вроде и становятся, а как империя крупная, настоящая, так сказать, мощная, здесь идет деградация, прочее, прочее. Но, значит, я к тому, что вот этот вопрос, мы и дальше будем отслеживать, здесь мы будем аргументы, так сказать, качать и так далее, но, вот переходя к тем, значит, событиям и вопросам, которые из теории мы оцениваем, где вот мы испытывали трудности или наоборот испытывали, так сказать, гордость за собственную позицию и слышали упроки свой адрес. Вот этот очень важный момент, что, значит, ленинская теория империализма, которая вырастает из закона неравномерного развития, показывает, что действительно концентрация капиталов и она приводит к тому, что кучка грабит весь остальной мир. А вот сейчас мы, так сказать, встречаем аргументы, да нет, слушайте, это не совсем так, что сегодня все страны живут в условиях монополии, везде финансовый капитал у всех стран, поэтому, ну, чего вы уж так намерены, а ведь без этого понимания, ну, невозможно объяснить те события, которые происходят сейчас, те, которые уже разгромили, там, Югославия, Ирак, Ливия и прочее, прочее, на Украине те события, которые сегодня происходят, ведь если бы не интересы Соединенных Штатов, так сказать, других интересов там не просматриваются, ведь и всякие мелкие национал-миндеровские и прочие феромоны, но это все вонючая сила, так сказать, интересы США просматриваются, прежде всего их интересы, в том числе интересы вбить клин между Россией и Украиной, между Россией и Европой, значит, усилить свои позиции в Европе, все это отсюда вытекает, понимаешь, значит, то же самое сегодня в Сирии, как идет, и вот понимая это дело, мы, так сказать, так или иначе оцениваем те или другие события, при этом слышим свой адрес очень часто, аргументы, о, вы делите империалистов или капиталистов на плохих и хороших и занимаете сторону вполне определенных, так сказать, в данном случае российских деятелей, вот такие упреки мы слышим, ну, ладно, там от наших леваков, значит, там, части левого фронта, всяких там этих левоватых, но в том числе наши хорошие товарищи, от греков мы иногда такие греки слышим, от бельгийцев, от тех же, еще от некоторых других, вот здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что мы никогда и ни в коем случае не занимаем позицию поддержки, своей воли отечественного империализма или там какого-то другого, мы каждое конкретное действие оцениваем в каждый конкретный момент, который есть, и если было принято решение по Крыму, мы сказали, что это правильное решение, потому что оно помогло реализоваться той самой воле, которую высказало население Крыма, и под той угрозой, которая исходила со стороны украинского фашизма, уже имеющегося. Если сегодня Россия оказывает помощь Сирии, мы признаем, что она оказывает эту помощь не из благих побуждений, не как Советский Союз, там, есть там интересы российского капитала очень крупные, но сегодня эта помощь, она в интересах трудящихся Сирии и в интересах борьбы с этим наступающим фашизмом, который там есть, и это плюс. Поэтому, если власть капиталистическая что-то делает, это не значит, что мы однозначно будем. Если там, предположим, Путин поддержал бы поправку по 134-му закону, мы бы, наверное, сказали, что в данном случае это положительное решение, которое принято под действием той борьбы, которую мы тут развернули, но поскольку борьба пока хилая, то он этих решений не принял никаких борьбов. Значит, и еще один момент. Значит, значит, сложный момент там по Китаю оценить как чугун, но нельзя не замечать, конечно, и проявлений, которые, значит, китайский капитал на международной арене, значит, уже показал. Скажем, в том же журнализе расстрел рабочих произошел, а капитал там китайский на этих самых нефтепропыслях. Те же забастовки докеров в Переях против там реакционных действий, и уже китайский капитал там, в Греческом порту действует по этим направлениям. Поэтому, конечно, там мы с тревогой следим и надеемся, что там могут победить положительные тенденции. Это вопрос, кто кого решится в пользу народной власти или социалистического направления, но может быть и наоборот. Пока мы знаем, что Китай на втором месте по количеству миллиардеров в мире, а Россия на третьем. Но вместе они еще в Соединенные Штаты далеко не в состоянии переплюнуть, потому что поизвестно. Поэтому вот ленинскую теорию империализма необходимо просто изучать. В последнее время мы убедились, что те люди, которые с нами недавно признавали, что ленинская теория империализма точно, вполне точно описывает сегодняшнюю действительность и объясняет, вдруг, так сказать, пришли к выводу, что ленинская теория она правильно описывала на тот момент, когда Ленин писал эту работу. А сегодня по-другому, сегодня несколько не так. Поэтому придется нам в ближайшие вновь и вновь к этому возвращаться и теоретически работать и писать, но и на практике каждый раз осуществить. А что еще было я чувствую? Я в целом против той концепции, которая подразумевает, что кучка переродилась в одну страну. Вот теперь кучки нет империалистических стран, есть в Соединенные Штаты Америки, а она все диктует игровую такую политику империалистическую. Это не так. Потому что те же самые страны ЕС, они участвуют и от этой политики они тоже получают прибыль, монополию. от этих стран. Если бы они эту прибыль не получали, если бы они не участвовали в грабеже в тех же странах Африки и Азии, то я думаю, что они бы не поддерживали бы Соединенные Штаты. Конечно, США главный акционер, главный капитал, и прибыль распределяется по капиталу, он получает наибольшую. Он застречник, но все-таки нельзя сбрасывать со счетов эти страны. Это первое. Второе, всегда есть межэмбилистические противоречия. Есть группа стран, есть другая группа, которая тоже хочет, которые не включили пока в грабеж, но которая туда хочет попасть и тоже, так сказать, получать свои. Вот эти тенденции, они тоже присутствуют. И наша задача использовать эти противоречия, эти трещины. Вот Россия как раз одна из этих стран, которая рвется и которая поневоле объективно выполняет позитивную роль на данном этапе. Это не значит, что на следующем этапе она не будет реакционной. Но на данном этапе надо использовать это. Здесь я согласен с Виктором Ильичем. Начиная с позавхожьего года ситуация входит потихонечку туда, куда где уже начинаются конкретные практические решения. Началось это с переворота на Украине фашистского, который напрямую затронул и Россию в том числе, но и Украину, которая тоже по большому счету Россия. И в общем-то сейчас уже надо конкретно решать, что делать, куда идти и как действовать. Потому что если раньше были больше разговоры, но сейчас уже становится пахнут жареным и близко и развитие ситуации там и в Сирии и возможно будет развитие ситуации у нас в Средней Азии и в Мордавии там события назревают и в Прибактике. Там довольно серьезный контингент американский высадился по возможностям в парне сопоставимой с возможностями западного военного округа. То есть там мы в общем-то входим в ситуацию, что называется. Ну плюс ситуация в России, когда назревают события определенные. Вот. И вот в этой связи существенная позиция. А что делать, куда идти, с кем бракироваться и так далее. И как на все это смотреть. И в этой связи вот буквально вчера появилась статья в интернете греческих товарищей военно-политическое уравнение в Сирии. Греческих товарищей мы, я помню, читали, еще ехали в Саблино, в машине читали дократ, вот не этого Левогенуса, кстати. Все это дократ, который написал эту статью. И мы обратили внимание, это года 2-3 еще тому назад было, что он как-то ну очень осторожно, там очень аккуратно говорил о роли Соединенных Штатов. Он говорил, это страна, они называли напрямую. Как-то так вот очень обтекаемые формулировки, как вот бывает милиция, там прокуратура, журналисты пишут, чтобы бандитов не задел серьезно. И вот тут разразились товарищ Лагенус, ну на мой взгляд достаточно гнусный и статьей, и ревизионистской, и в общем-то поддерживающий самые негативные тенденции. И здесь в общем-то даже не знаешь для чего докопаться. Во-первых, тут напрямую вранье пишется. Россия все чаще использует военную силу за пределами своих границ. Она прибегает к ней в Мордовии, в Приднестровском конфликте, в Таджикистане, Грузии, на Украине. Ну, в Приднестровье, в Таджикистане в начале 90-х годов тогда, в общем-то, откровенно фашистские эсиры поступали против Приднестровья и в Таджикистане, где эти демократы поднялись. И Россия, Тимур Гайдар, как пример, министр правительства, он туда посылал вооружение в Таджикистан, когда эти демократы, тамошние власть взяли в Душанбе. И, несмотря на это, здоровые эсиры все-таки поднялись в Таджикистане в том же и погнали демократов из Душанбе. И надо сказать, что Россия, 201-я дивизия и база соответствующая, они там неоднозначную роль тогда сыграли. То же самое Лебедь в Приднестровье, он там неоднозначную роль далеко сыграл, тогда Макашов был, и там могло все совсем по-другому заиграть. Ну, это, так сказать, это, во-первых, вранье, то, что здесь написано, ну, а потом оказывается, там не людей резали в том же Таджикистане, не террор творили те же фашисты, по сути, в Приднестровье в 92-м году, а оказывается, там вот Россия прибегла к военной силе. Вот, и вот такие вот вещи здесь. Есть вещи напрямую солидаризирующиеся с троцкистами во время Второй мировой войны. Например, тут вот сказано, что вопрос не в фашизме, а вопрос в том, что и там капитализм, и там капитализм. Троцкисты, один к одному, как бы это использовали, что вот, дескать, и Черчилль, антикоммунист, который интервенцию организовывал против советской страны, и Рузвельт там расстрелил марш огородных на Вашингтон, а теперь вот Кровавый Сталин с ними поверся, хотя и там капитализм, и в Германии капитализм, и принципиально этого значения не имеет. Какой капитализм здесь победит, кого поддерживать, это вот тоже здесь сказано. И вот с такими вещами мы должны уточнить следующее. Международное право также является частью буржуазного права. То есть, как бы, не надо с международным правой выступать, не надо вести антиимпериалистическую борьбу, потому что будешь вести антиимпериалистическую борьбу, будешь в ней побеждать, сам империалистом будешь. И вот это вот такое вот, и все вот эта статья такими вот вещами пронизана. Вот это приводится доводы о том, что США во внутренней политической жизни соблюдают некоторые демократические формы, а во внешней политике проводят политику фашизма, отсюда возникают призывы к созданию новых антифашистских фронтов. Такой анализ, сознательно или нет, охотит страну, единый красовый характер внутренней и внешней политики в каждом государстве. То есть, ну, есть, конечно, красовый характер, и здесь не надо, говорит, но вот Америка, конечно, сильна, и сильна она и в России в том числе. Если мы говорим о монополиях в России, то здесь уместно спросить, а чьи это монополии? Насколько российская монополия Газпромна? Вот я, например, не знаю. Сбербанк, крупнейший российский банк, он вообще, говоря, антироссийскую политику проводит. Чьи в России крупнейшие производители энергетического оборудования, это Термозе, Электросир, это мы все знаем. И какая там политика ведется. И, в общем-то, даже вот в высшей школе, все это государственные предприятия, все, там совершенно открыто гранты получают от американского консульства, возят за рубеж студентов, причем, если бы еще их там учили передовым достижениям американским в области науки и техники, их там учат, как американские флаги развиваются, как американская жизнь идет. Совершенно открыто, наградо, откровенно это делается, гнобятся научные разработки военного характера. Ну, совершенно, в политехническом университете там совершенно откровенно проводится это. И президент награждает вектор Русского орденом заслуги перед отечеством первой степени. Ну, народ это понял так, что отечество первой степени, это, видимо, все-таки Соединенные Штаты. Вот. И отсюда вот такое вот. Вот. И это над этим юрничают, что вот, дескать, там у нас тарифы ЖКХ поднимаются, тут Обама виноват. Но вообще говоря, а в чьих руках реально вот ЖКХ, где сидят эти, куда деньги текут, какие офшоры, и кто это все прикрывает, это вообще говоря большой вопрос. Здесь ни в коем случае не надо впадать, конечно, в эту Федоровщину, проводить пикеты, что вот Путину требуем порномочий. Тут возникают аналогии с известным танцором. У Путина очень много порномочий. Он не использует, я думаю, десятой доли и сотой, может, даже из того, что у него есть. Вот. Но, тем не менее, то, что сейчас, к сожалению, говорить о том, что Россия какая-то там империалистическая страна, это не приходится. Ну и вот тут еще вот в этой работе напоследок вот тут на Ленина ссыраются, что вот Ленин, они пишут, греческие товарищи, никогда не призывал коммунистов содействовать укрепление государственного коммунистического капитализма. Одна из первых больших работ Ленина это развитие капитализма в России. Она же, конечно, не призывает коммунистов и социал-демократов тогда укреплять капитализм в России. Но она, вообще говоря, раскрывает гроза, в том числе и социал-демократам, на то, что развитие капитализма это явление прогрессивное, это явление напрямую соответствует интересам рабочего краса. А те, кто выступают против капитализма с позиции реакционных, как там Новородовольцы, бытающие эсеров Небра как таковых, те тянут назад. Это вот крупнейшая ленинская работа, она вот сказать, что на поддержку капитализма нельзя, капитализм поддерживать не надо, и табора в России он не падал. Но, тем не менее, она показывает, что развитие капитализма, развитие крупного производства напрямую соответствует интересам рабочего краса. И накануне октября Ленин выступает с работой «Грозящая катастрофа и как с ней бороться?» Где вот некоторые говорят, что вот все это вместе, возможно, то, что он там весь комплекс мер, который он там придрогает, это возможно только при социализме, но, тем не менее, каждая отдельная мера, которую Ленин там придрогает по банкам, по промышленности и так далее, она вполне не выходит за рамки капитализического способа производства. Ничем не выходит и как бы он дает советы временному правительству, как бы его даже поддерживает. Вот вы сделаете это, тогда, так сказать, выдержитесь, убрасьте. Не сделаете, ну, тогда извините. Вот это вот надо понимать и не тянуть здесь назад. И, конечно же, напрямую интересы рабочего краса России, они связаны с борьбой против американского империализма, потому что эта борьба, ко всему прочему, ведет к развитию отечественного производства, пусть даже оборонного, и она способствует количественному и качественному росту рабочего краса. Это вот, я думаю, факт, который является фактом. Я принципиально не согласен с предыдущим оратором в отношении ленинской работы, ведущей катастрофе. Я ее недавно опять перечитывал, и, конечно, Ленин указывал там эти меры, которые надо предпринимать, но он подчеркивает, что без того, что рабочий класс возьмет власть в свои руки, ничего это невыполнимо. Ни национализация банков и ни прочее, я не помню еще какие меры, конкретно я по банкам. Поэтому давайте уж Ленина все-таки, так сказать, внимательно читать и не будем ему приписывать какие-то другие слова. Нет, нет, нет. Я смотрю, да. Не будем ему приписывать, так сказать, ну вы сказали, что он выступал за укрепление. Что такое не было? Нет, подождите, мы сказали следующее. Эти меры выполнимы без революции. Не выполнимы теоретически по национализации банков. Вы читаете Ленина? Я читал Ленина, как раз конкретно я читал. Вы выездили, вы читаете? Давайте еще все прочитаем. Давайте, давайте специально проведем занятия по этой теме. Не надо специально. Вы прочитайте, потом решите. Да я бы и читал, да. Ну, в общем-то, приписывайте, что можно сделать национализацию. Да вот вы и приписываете. Это вы приписываете. Да нет, это вы приписываете. Что можно сделать без того, что рабочий... Вы вынесите работу. Давайте договоримся, что речь идет. Я бы все-таки хотел с Иваном Михайловичем немножко сгладить это дело. Что статья... А не оппортунизм ли? Это элементы оппортунизма, но говорить, что она типа того, что, знаешь, это самое неправильное пока. Значит, мы все-таки исходим из того, что товарищи еще заблуждаются, что еще они неокончательно, так сказать, там и так далее. И вообще надо понять, вот откуда у них это исходит. Почему они так, вот, ну, как бы против тезиса антиамериканской, что ли, борьбы. Потому что у них очень сильны всякого рода лево-оппортунистические партии, которые на этой теме все, так сказать, настроения, все голоса на выборах, что для них чрезвычайно важно, уводят в эту сторону. Они выступают анти-ЕС, антиамериканизм, Сириза эта самая, которая на этом все делала. И получается, что, значит, вроде на борьбу со своим капитализмом, со своими, так сказать, господами, со своим правительством, у них и не остается. Вот отсюда у них самые заскоки, ну, плюс непонимание целого ряда вопросов. Поэтому сразу клеймо ставить не будем, что это грустная, вредная, антикоммунистическая статья. Раз. Во-вторых, будем готовить ответ. Рыбу поручены, готовите мне. Поэтому, Иван Михайлович, я вас приглашаю к сотрудничеству, давайте, так сказать, И пока это наш с ними теоретический спор. А в споре, так сказать, теоретическом, значит, ругательными словами и голосованием мало чего решается. Нет, это вот достаточно принципиально. Можно я сейчас одно слово скажу? По одну минуту. По одну минуту, значит. Вот это в корне неправильная не видится политика, что если кто-то из буржуазных партий говорит что-то правильное, то мы вот обязательно должны сказать что-то против них. Пусть неправильное, пусть голоса там от нас уйдут, но мы вот скажем не так. И меня вот в этом смысле немножечко убил последний в прошлом году, последний в прошлом году передача по левому краю с товарищем Кузьминым. И товарищ Батов, значит, рассказывает, как, значит, Путин кровавый, там его там представители пригласили его в оргкомитет по фестивалю 2017 года молодежи и студентов, который будет в Москве. Но, значит, тверд был товарищ Батов и твердого звуча до его нет. И это вот ко всему прочему это о чем говорит? Ну что значит войти в комитет, в оргкомитет по фестивалю? Это же возможность большая пообщаться. Приедет мародеж из того же Китая, из того же Вьетнама. Там будет возможность узнать, что у них там происходит. Те же курды там могут приехать. Что у них там творится? Как они свои органы власти строят? Там еще откуда-то люди приедут. И нет интереса к этому. И нечего сказать вот товарищам комсомольцам нашим, я думаю. И вот это вот беда большая. мы начинаем мы начинаем к этому. Мы не включили до слова. Но только к эмпиристической борьбе имеют отношение. Последние выступления показали, что по тем тезисам, которые выдвигались в докладе, особенных возражений нет. Единственное конкретное возражение было у вот товарища Маленцова. Ну, я думаю, что оно такое в общем-то разумное вполне. То есть, надо вот это обдумать. Вот, скажем, я говорил о кучке. Но вот кучка бывает по-разному структурирована. То есть, у нас была кучка государств, которые еще между собой конкурировали. Это было до Второй мировой войны. Потому что в Первую мировую войну решалось, кто главнее, кто победит. И в этой кучке... Вот не было кучки такой однородной. Потому что была грязня не на жизнь, а на смерть. И эта грязня по итогам Первой мировой войны продолжилась. Во Второй мировой войну на себя германский капитал хотел эту роль возложить. Быть, так сказать, главным в этой самой кучке империалистических держав. Он проиграл. И я думаю, что это не случайно боролись с фашизмом Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Они не только хотели сохранить демократию, они еще решали вопрос, кто в этой кучке... И все знают, что из этой войны Второй мировой все страны, включая и Советский Союз, и Германию, и все остальные, кроме Соединенных Штатов Америки, вышли с долгами. Американцы вошли с долгами, вышли без долгов и обогащенные. И вот с этого периода они в этой конкурентной борьбе, в этой кучке... А кучка это какая? Это кучка конкурентов. Это же империалистические страны. И каждый из них, я совершенно согласен с Виктором Аркадьевичем, страна никакая не империалистическая, она никого там не подавляет. Ну, а мечтает вырасти в настоящую империалистическую державу и начать, так сказать, действовать, как Соединенные Штаты Америки. Это вообще характерно для капитала. Капитал стремится к господству, к самовозрастанию, а в условиях неравномерного развития он мечтает, что вот оно же неравномерное, а вдруг вот нам повезет и мы начнем и получится. А у него все отбирает и отбирает и отбирает. А мечтать он все равно мечтает. Поэтому эти мечтания мелкие, буржуа мечтает стать буржуа, а буржуа мечтает стать этим самым капиталистом, империалистом и стать олигархом. И это, так сказать, совершенно естественная мечта. Я думаю, что вот мы сейчас уже просто подводим итоги этого дела. Мы говорим о том, что вот по итогу, что получилось? Получилось, что в этой кучке появился, получился главный такой игрок, который командует всеми. Но некоторые вот товарищи, вот я иногда с такой тоской слушаю, когда начинают рассуждать о мировом правительстве, что вот соберутся там, встают. Но люди должны понимать, что для того, чтобы быть правительством, надо иметь армию. Армию надо иметь, военную силу. Никакой другой военной силы, кроме американской, такой крупной, больше нет. Единственная сила, которая может с ней хотя бы сопоставляться, это сила России. А вот что касается... Я вернусь только сила. Пробычных локов уже нет. Да, нет. Ну а это что, мало что ли? Я вернусь, и ракетные. Ну если они не могут никак заменить двигатели наши, и все на эти самые вынужденные наши двигатели получать и ставить на Атлас. То есть я хочу сказать, что это вот ситуация, которая сложилась. Тут, как говорится, никакой заслуги нашего капитала вообще нет. Это заслуга Советского Союза, что так сложилось. Им бы вот выпало, а это никак не распилить. Ракеты никак не распилить, они бы растащили их по домам, если бы можно было, но не знают, как пристроить. И никак не знают, как пристроить, так сказать, ядерное оружие. Тоже его как бы можно было растащить, но никак его не растащить. Это не растаскиваемое богатство. Вот в чем дело. Все остальное это растащило наша буржуазия. Поэтому вот в этой ситуации, я думаю, что тезис о том, что эта группка теперь сформировалась, у нее есть, так сказать, командующий, и командующий, или пахан, этот, обладает достаточной, не только экономической, но и военной силой, которую он пользуется так. Кто? Он же пользовался после событий 11 сентября. Кто не пойдет с нами, тот будет наш враг. Не так, что кто не с нами, мы не против него. Нет, кто не с нами, мы против него, мы его уничтожать, убивать. Вот как ставят вопрос. И так ставят они вопрос. И это все ощущают, а они противопоставят, что Япония может противостоять, а у нее хорошо с экономикой. Но она без армии. Германия, она тоже без армии. Франция? Ну что, сравните Францию и Соединенные. Это вот несравнимые величины. Поэтому, я думаю, что все-таки Иван Крикевич, я думаю, что надо согласиться с тем, что вот в этой группе есть, так сказать, наиболее крупная фигура, которая, разумеется, не мягко руководит, а руководит, как руководят при капитализме. Силой, силой, пугает, пугает, заставляет. Вот и собираются, вроде настроились, звонок из Вашингтона и уже все меняется. А если бы не было этой военной силы, ну может быть, плевали бы они там на эту Америку, она пусть богатая, она там за океаном, как за океаном, прилетят, приедут, приезжали, показывали, все это демонстрация идет. Идет постоянно еще демонстрация силы. Вот в чем дело. Демонстрируют постоянно, что будет с каждым. Поэтому, я думаю, что вот, я все-таки призываю и с этим тоже согласиться, потому что это вот, к сожалению, так. И мы должны это вот понимать, как сейчас это устроено. Поэтому, как говорится, нам еще повезло, мы могли бы ожидать худшего, потому что то, что было при Ельцине, когда у нас в каждом министерстве сидели просто американские советники, и под диктовки этих американских советников все делалось. А такого счастья, чтобы у нас, так сказать, закрывали некоммерческие организации, через которые шло финансирование антироссийских сил в интересах просто иностранного империалистического капитала, а не просто, они там оппозиция. Никакая не оппозиция, это те же самые капиталисты, только иностранные. Поэтому иностранные капиталисты ведут свою конкурентную борьбу. Мы не должны ругать американский капитал за то, что он действует как капитал. Ну, только если он капитал, он должен душить своих конкурентов. Он и душит. Поэтому каких-то претензий иметь странно было бы. Поэтому, а если вы еще вдобавок, так сказать, сами тоже ориентируетесь на то, чтобы самим стать, поэтому они, у нас мечтатели много, хотят быть в таком же положении, как Соединенные Штаты Америки, и хотят быть олигархами. Причем им безработные могут быть с такой мечтой. Мечта жизни перестать быть безработным, но на работу не пойти, а сразу стать олигархом. Поэтому на этом фоне удивляться тому, что вот эти настроения очень сильны, не приходится. И у нас очень много поддерживающих этот самый иностранный капитал, в том числе в нашем правительстве, в руководстве и в голове товарища Путина. Такие мысли есть. Хотя у него другие мысли в другую сторону идут. И это может быть и хорошо, что у него хоть противоречие есть в голове. То есть сегодня скажет одно, завтра другое. Скажет одно, послезавтра другое. Ну, вот уже объяснил товарищ нам обмунсмен, товарищ Титов, что вот команда делает его. Значит, пока команду не разгонят, вот и будет такая беда. Поставь другую команду. А разогнать боится. Думает, я сейчас разгоню, меня выгонят. Так что вот такая там... Даже люди сидят на этих должностях и ничего другого не могут делать. Так, спасибо большое, товарищи, за внимание. Это очень трудная и большая проблема. В общем, ее трудно готовить и трудно излагать. Поэтому я думаю, что нам эту тему надо обдумывать. И я вот, скажем, считать, что тут абсолютно все ясно уж никак не сказал бы, что тут все ясно. И поэтому я с большим вниманием выслушал все замечание, что они требуют все обдумывания и рассмотрения. Спасибо большое.